Маус сейчас подвергнет в шок реально всех. Он будет рашить на толпу врагов, танковать настолько мощно, что, ребят, вы просто не поверите своим глазам. В общем, сейчас внимательно смотрите. Это, короче, надо один раз увидеть, и только тогда вы поймёте, в чём уникальность этого, ну, реально безумного боя. Итак, ну, начинается всё медленно, я уже вроде тут проговорил вступление, но Маус за это время далеко от базы не укатил. Ну, на то он и Маус. Я вообще удивляюсь, бедная Т95, которая ещё, видимо, не прогрузилась, стоит АФК, прикиньте, ей придётся вообще тащиться в самых задних рядах. Ну, посмотрим. Наш Маус отправляется, в принципе, по стандарту, на верхний фланг. По составам команд видно очень неплохую ситуацию. То есть попал он более-менее в хороший бой, в топе, по одной артиллерии, довольно много танков девятого уровня, которым будет непросто пробивать броню Мауса. В общем, пока всё складывается хорошо. Ну, союзники, понятно, вон уже там доехали до позиции, а мы только-только тащимся. Т95, посмотрите, вон, только выехала за нами. Ой, долго-долго она будет сюда тащиться, бой может уже закончиться. Интересно потом будет взглянуть итоги, успеет ли Т95 доехать и дать хотя бы один-два дамага. Ну, ладно. В общем, решает наш Маус просто сюда по первой линии выкатить. Неужели он сейчас по центру? Неужели он по центру поедет? Да не, я не верю. Налево, наверное, сейчас. Ну, если прямо, это будет интересно. Так, не, ну, он не настолько, не настолько сумасшедший. Решает всё-таки тут завернуть, срезать немножечко путь. Правда, тут такой неприятный. Сейчас будет подъём вверх и придётся ещё немножечко подождать, пока до позиции мы всё-таки дотащимся. Так, про джета 65-й. Здесь из-за угла там выцеливает М103-го, выцеливает ТВП. И там уже он ИС-3-2 обмудряется вообще отправиться в ангар. В общем, пока мы доехали до позиции, уже 3,5 минуты, 2,5 минуты боя прошло. Ну, а Т95, пока он приедет, пройдёт все 3,5. Ну, и начинаем, начинаем потихонечку танковать. 50 ТП вместе с ИС-4 обеспечивают нам первую тысячу натанкованного дамага в этом бою. Так, нужно сейчас аккуратнее. М103 выглядывает там, хочет тоже по нам пихнуть, но ему там особо это сделать не дадут. Кидаем по ИС-4, гляньте, какая хитрая здесь позиция у Мауса, то есть он довернул до ИС-4 с 50 ТП, и они просто не могут вообще ничего ему сделать. Так, ну, тут кранвагн тоже зарядил, походу, весь свой барабан и готовится увеличить наш натанкованный дамаг, который уже 2880 составляет, ребята, и считаю это неплохо. Так, за углом кранвагна М103, ну что, будешь Маус рисковать прокатываться? Пока, пока не хочет. Ну не, ну так мы кранвагна, конечно, не пробьём, там башня, дай бог. А вот, когда он чуть выкатывается, можно выцелить корпус, и туда спокойненько. На 520 готовим теперь фугасы, походу, он хочет разминать по КД кранвагна, но тот перехотел, походу, совсем выкатываться. И вот теперь Маус и решает как раз таки спускаться. Поехал, поехал. Сейчас будет, походу, ребята, раш на всю эту толпу. Там, наконец-то, докатилась Т95. Может, она сейчас нас поддержит. Черепаха и Маус, это вместе просто нереальная мощь. И решает вот так вообще делать наш герой. Он просто берёт и выезжает на них всех. Здесь 4 танка, ребята, и все они сейчас будут разряжаться по Маусу. И все, кстати, кроме М-103, 10-го уровня, ещё и барабанщик А2, ТВП и кранвагн. Ну, кранвагна надо бы добрать, но он прячется за СТБ. СТБ один, походу, вылетел, или, я не знаю, он увидел Мауса и решил сдаться. Так, ну, сейчас мы кранвагна уже в ангар упакуем, походу. А, нет, танкует, танкует! Вот это уже не совсем радует. Но он особо... Никто не может вообще пробить Маусу, он как будто заколдованный. 5 тысяч натанкованного уже, пожалуйста, как с куста просто. Добираем кранвагна, и впереди сейчас М-103 и ТВП, у которых с пробитием Мауса тоже серьёзные проблемы. А вот мышь их спокойно прошивает, и уже 2 639 дамага наколотил. Правда, один такой, немножечко печальный момент. Счёт-то 3-7. Команда-то наша сливает в этот момент. Там ещё сзади толпа врагов, посмотрите. ИС-4. Он стоит 50 ТП за углом. Ну, этого, товарища, мы добьём. Сейчас бы ещё добрать ТВП вообще было бы хорошо. На Маусе надо, главное, уметь правильно танковать, и ещё иметь удачу. Чтобы не начали кумули заряжать и прямо в лоб башни вас ловить. Ну, не в лоб, а по бокам, в щёки. Так, 7-8, немножечко отыграли. Может быть, сейчас сзади высудница 704-й. Хорошо бы сейчас его к ангару тоже приговорить, ребят. Это было бы прям большим плюсом. Ну, пока 6-360 у нас на танкова 1-го. Ну, что, 50 ТП? Будешь пополнять нашу копилку. ИС-4 здесь выкатывается. Непонятно, куда вообще кидает. Казалось, уже Маус отъезжал. Он вообще не выстрелит. Но каким-то образом он нам 440 на танкованного записывает вдобавочек. Так, 8-9. А чё у нас там на базе? Там Т-49-й уже поджался. Ох, как бы он сейчас там не повысвечивал наших ПТ-шек. Так, 50 ТП. Ну, никто не хочет подставляться. Вот заметьте, они быстро так выкатываются, дают дамаг и сразу прячутся. Ну, Маус, давай уже, наглей. Видишь, тебе как везет в этом бою. Просто как, я не знаю, топли. Ну, и вот. Вот она пошла. Жара. Давим вперед. Поляк справа. Надо выцеливать НЛД. Ай-яй-яй, рикошет. Рикошет. Но еще 560 он нам тоже мог отписать. Но не отписал. Обменялись непробития. ИС-4 опять почему-то тупит. Я не пойму, почему они вообще не пробивают. Ну, там же они в НЛД пробуют стрелять. Пробуют. У них в НЛД не выходит пробить Мауса. Нифига себе. Пытаются щеки башни. Ну, действительно, ну, могли же более как-то грамотно играть. Ну, уж слишком. Прямо сейчас тупит вся вражеская команда. Ну, вот 50 ТП наконец-то сбывается его мечта. Он дает по однам дамаг. Ну, здесь Маус уже боком просто стоял. А я вот чуть доворачиваю. ИС-4 без шансов вообще сейчас еще словит напоследок. Вот здесь, кстати, фугасик бы на ИС-4. Хорошо бы зарядить. Ребят, ну, а пока вы смотрите это бешеное танкование. Уже 9.240 натанковал. И почти 5 косарей дамаг. Ну, еще не почти. 4.5 приблизительно. В общем, ребят, пока вы это смотрите, хочу напомнить вам важный момент. Спонсор этого видоса у нас парни с очень классного сайта WhatGold, где вы можете получить много крутых танковых призов. Во-первых, во-первых, ребят, на WhatGold есть такая классная штука. Это колесо бонусов. Вы можете его на халяву крутануть и какой-то подарочек себе гарантированно забрать в ангар. Во-вторых, важный тоже момент. Там огромное количество коробок. И если вы их будете открывать, то используйте при пополнении счета вот этот промокод. Именно его. Этот промокод, во-первых, многоразовый. Вы можете скидывать его друзьям, сокладновцам, совзводным. Они все активируют и тоже по нему получат подарок. Вводить его нужно при пополнении счета на сайте WhatGold или на сайте WhatKid. Можно и там, и там. Он работает на этих двух сайтах прям железно. Проверяйте, запишите. Очень классный. В общем, если что, и ссылочку, и промокод я оставлю в закрепленном комментарии под этим роликом. Ищите там. Ну и еще один, ребят, важный момент. В этом видосе вы также можете выиграть золото от нашего канала. Для участия в нашем розыгрыше нужно поставить лайк, подписаться. Подписаться. Включить колокольчик в режим все уведомления. И оставить позитивный комментарий с вашим игровым ником и айдет вконтакте. Ребята, обязательно подписывайтесь. Это очень важно. До 10 тысяч голды может каждый наш подписчик урвать. Поэтому... Лайк, лайк тоже очень важен. Не забудьте его прожать внизу под видосом. Ну а мы смотрим дальше. Счет уже 11-10. А Маус натанковал, ребята, 2 800. Уж... Ой, 12 800. Извиняюсь. Я смотрю на эту цифру. Она какая-то невероятная. У меня аж не верится. Я аж не могу это сказать. 13 тысяч 500. Я не успеваю произнести цифру. Она все растет. Его никто, никто не может нормально пробить. Ну вот сейчас скидывается по однам 50 тп. Да и то фугасом. Да и то фугасом. Он уже все надежды потерял. Хоть как-то нас нормально пробить. Но тем не менее. Прикиньте, если б не Маус, мне кажется, команда бы бой вообще не выиграла. Потому что он получил дамага уже. Там, 2 300 почти. И 13 970 танканул. Прикиньте, сколько снарядов враги в этого Мауса отправили. И сейчас эта цифра только растет. СТРВ продолжает нас не пробивать. И уже, кстати, больше 5000 родного сам Маус дал. 14 360 уже натанковано. Это, честно говоря, настоящая фантастика. Ну вот опять летят. И Тортоис, там и СТРВ. И никто даже фугасами не может дать нам дамаг. И вот Тортоис подсвечивается. Правда, не удается его снять. Но может там союзнички. Может, арты уже нет. Была надежда на арту. Но что-то она уже куда-то отлетела. Кидает Маус Блайн. И Тортоис опять засвечивается. Но сейчас надо было, наверное, подождать. И Фош Бэй его там выцеливает и спокойно добивает. Не, ну Маус реально красавчик. Остается СТРВ-103-0. Неужели он сейчас еще и Блайдом ее снимет? Это тогда будет вообще красиво. А СТРВ продолжает лепить по однам без дамага. Увеличивая натанкованный урон уже до 15 косарей. Не, ну разве это не удивительно, ребят? Вот сейчас было похоже, что в сторону СТРВ куда-то залетел снаряд. Может, даже и прошел дамаг. Там уже союзники в шоке приглашают нас во взвод. И, а вон она, СТРВ-103-0 стоит. И там уже Фош Бэй подобрался к ней слишком близко. Одна отвлекается от нашего Мауса. Ну и Фош ее сейчас упакует в ангар там вместе с Кранвагнером. Я считаю, просто бомбезный бой. Давайте глянем итоги, а вы подписывайтесь, лайк ставьте, колокольчик включайте. Итак, ребята, это основной калибр, стальная стена, невозмутимый, мастер. По дамагу на первом месте, по фрагам, по опыту, пожалуйста. По медалям, конечно же, на первом месте. И 15-530 натанкованного. Не, ребят, это лайк просто. Маус рашит на всю команду и танкует столько, что это кажется невероятным. Вверху справа сейчас другой видос. Заходите, смотрите. На этом все, ребят. Лайк, подписку не забудьте. Увидимся. Пока-пока, всем удачи.